Азербайджан Азербайджан хорошо и заслуженно известен приписыванием себе исторического и культурного наследия не только соседних государств, но и стран дальнего зарубежья. Естественно, из-за географической близости жертвами азербайджанских исторических фальсификаций, в первую очередь, являются Иран и Армения. Так, например, персидский поэт Низзами почему-то стал азербайджанским. Азербайджанскими же стали иранские и армянские музыка и музыкальные инструменты, национальные блюда, спортивные игры, традиции. Не говоря уже о самом названии страны, Азербайджан, арабизированной форме персидского топонима. Доходит до казусов. К примеру, в интернете нашел широкое распространение отсканированной отрывок из учебника истории для азербайджанских школ, в котором дословно говорится, в открытии Америки были использованы достижения азербайджанской науки. Во-первых, немногим более двухсот лет до открытия Колумба в Америке гениальный азербайджанский ученый, Насиро Дин Туси, на основе своих математических расчетов указал на существование этого материка. Во-вторых, учитель Колумба Тосканели, был знаком с трудами Насиро Дина, и узнал от него многое. Несомненно, то, чему учился Тосканели у Туси, он передал своему ученику Колумбу. Таким образом в открытии Америки большую роль имела азербайджанская наука. Причем этот постулат с серьезным выражением лица повторяли и азербайджанские ученые, и политики. Но этого, видимо, показалось мало, и азербайджанские историки решили потихоньку приватизировать историю своего старшего брата Турции, в надежде, видимо, что Азербайджану, как брату-младшему, все сойдет с рук. Как пишет азербайджанский сайт Madernas, в азербайджанских учебниках для средних школ героические эпизоды истории Турции и других стран представлены как геройство азербайджанцев в Азербайджане, в основном как героические поступки во время Карабахской войны. Как говорится в материале, азербайджанский военный эксперт, глава НПО военной журналисты Узеир Джафаров сказал, что считает неприемлемой сложившуюся ситуацию, предупреждая, что это может привести к недовольству Турции. Получается, что выделяемый госбюджетом миллиона для повышения патриотического духа молодежи не служат цели. В учебниках должна быть представлена истинная военная история Азербайджана, сказал он. И нашлись таки в Азербайджане адекватные люди, которые поняли, что фальсификация истории – дело опасное. Так, азербайджанский депутат Фазиль Мустафаев признался, что у Азербайджана не такая уж богатая военная история, она начинается только с 1918 года, а история советской эпохи не должна приписываться Азербайджану. В учебниках нужно писать то, что есть. Приписывание Азербайджану чужой истории в один прекрасный день выйдет наружу, и создаст позорную ситуацию, отметил он. Но, конечно, вряд ли стоит надеяться, что голос разума будет услышан в Азербайджане, и местные историки перестанут заполнять вакуум выдуманного древнего Азербайджана культурным и историческим наследием соседей. Азербайджан Азербайджан